справедливость наступила николай злобин центр глобальных интересов вашингтон фамилия у вас не добрая какая ну а вы знаете да героя телевизионного доктор ивл вот меня так жена называют иногда вот жена то у вас какая молодец ну все же в контрастах владимир владимирович весь интерес вы только что об этом сказали вот вы меня не ваше сегодня удивили потому что честно говоря ожидал гораздо более резких оценок от вас вот в вашем выступлении вы тоже немножко так дипломатично у меня фамилия так в отличие от вас такая как бы показывает что мы двигаемся куда то понимаете а вот сейчас я хочу как раз насчет куда я и хочу выяснить кстати говоря вот я заметил вы знаете вот как вы описывали современный мир я в принципе с этим согласен вот несправедливость монополии на власть попытки давления манипуляции пропаганда вот очень часто в вашингтоне где живу именно так описывается российской политической жизни вот примерно такой же картина это просто чтобы понимали вот противоположную точку зрения вопрос у меня даже не об этом вопрос у меня от том я вот 11 сентября 2001 года я был в америке я наблюдал как менялась америка после этого дня она стала другой она стала более ожесточенной упал уровень толерантности резко вырос рейтинг президента все стали огромными патриотами америка стала вести себя агрессивно во внешней политике и закрываться от мира и вот я скажите мне я наверно не прав убедите меня но мне кажется что россия сейчас начинает повторять американские ошибки ваш рейтинг очень высок это здорово но вот этот фантастический патриотизм который сегодня есть в стране он на мой взгляд начал распадаться на так называемый правильный патриотизм и неправильный патриотизм патриотизм правильно это те кто вас поддерживает и все что вы делаете поддерживает они правильно это люди которые имеют наглость вас критиковать например чем-то не соглашаться некоторый патриотизм стал выражаться на мой взгляд в очень опасном национализме которого россии очень резко растет на мой взгляд и одновременно с одним тезисом вашего выступления я попробую поспорить мне кажется россия стала более закрыта для мира в последнее время и не только потому что мир закрывает россию потому что россия начала что-то делать закрываясь от мира какие-то обменные программы там образовательные были отменены там какие-то н кого были отрезаны от финансирования хотя они не занимались политикой поиск там иностранных агентов там регистрации двойного гражданства много чего я могу здесь вспомнить вещи которые в общем-то на мой взгляд свидетельствует определенной тенденции и мне казалось что чем больше россии интегрировано в мир мир в россию тем безопаснее а вот мне сейчас кажется что вы приняли другое решение чем меньше россии интегрированы в мир российское общество гражданское общество и так далее тем тем россии будет чувствовать себя безопаснее от америка после 11 сентября на протяжении многих лет доказала мне там жил что в ней стало меньше демократии вот у меня сейчас такое впечатление что в россии становится меньше демократии вот если я не прав то вот покажите мне в чем я не прав спасибо первое по поводу того закрывается россия или не закрывается я уже говорил в уступлении своем и хочу еще раз повторить мы сами нет кого не собираемся закрываться то что россию пытаются как бы закрыть изолировать но это же факт чего там говорить то все об этом говорит публично же об этом говорят ваши лидеры что мы россию накажем она за это дорого заплатит что она будет изгоем и так далее так далее но как будут с таким изгоем решать глобальные проблемы непонятно и сами видимо понимают что это невозможно поэтому я хочу подтвердить еще раз что мы не собираемся закрываться нет такой задачи и более того я считаю что это вредно а тем кто пытается это сделать могу сказать что это бесполезно но невозможно в современном мире еще там 40 50 лет назад наверное это возможно было но сейчас невозможно это все потерпит безусловно неудачу такие попытки и чем быстрее наши коллеги это осознают тем лучше что же касается на роста патриотизма и вы сравнили это с соединенными штатами ну да конечно есть это ведь почему это в штатах произошло почему это происходит у нас причина одна и та же люди почувствовали опасность они почувствовали себя в опасности в сша после 11 сентября люди почувствовали что они не защищены и это сплотило их вокруг руководство страны а руководство страны должно было адекватно этому уровню доверия отреагировать не думаю что все было сделано корректно и вот сейчас сколько времени прошло после введения войск в афганистан сколько потерь сейчас коалиции собирается выходить а что там дальше будет непонятно понимаете это такая сложная вещь но тем не менее вот так реагировали на это первое а второе что касается различных нкв и так далее это совершенно не закрытие страны почему так решили это самозащита не мы же приняли закон об иностранных агентах это в штатах где вы сейчас живете такое закон было принято да мне говорят это было принято тогда в тридцатых годах для защиты от нацизма и пропаганды а чё же не отменили до сих пор не отменили же более того я же приводил эти примеры даже на некоторых на участников политической деятельности там вызывают и в рамках этого закона допрашивают в определенных структурах американских он функционирует мы ведь не закрываем нкау которые работают допустим соединенными штатами или сидят на и грантах если речь идет о гуманитарной сфере речь если речь идет о на вопросах образования здравоохранения вы сказали что закрыты были какие-то образовательные программы да нет но и ну как вот сейчас только правительство объявило о реализации одной из таких программ я не я не знаю может быть связано с какими-то там бюджетными ограничениями не более того значит мы приглашаем к себе преподаватели в на ведущие наши вузы даже на дальний восток вот сколько там преподаватели приезжает сейчас во всех вузах у нас работают мы внедряем систему так называемых мегагрантов когда ведущие ученые преподаватели из различных университетов мира в том числе и соединенных штатов приезжают и работают у нас месяцами по полгода и больше формируя здесь научные коллективы трудятся на мы мы против того чтобы политическая деятельность внутри россии финансировалась до рубежа разве у вас в сша это разрешено слышите да у вас там к избирательным участкам близко наблюдателя не подпускают прокурор пугает их тюрьмой наблюдатели этих гоняют их в том числе представители обсе а вы нам рассказываете про демократию значит а вот один из лидеров бывших лидеров европы мне сказал какая демократия в сша там без без миллиарда или нескольких миллиардов невозможно даже подумать о участии в выборах ну и чего это за демократия такая и потом у вас выборы главы государства происходят через систему выборщиков у нас прямая демократия на то есть здесь а когда мы говорим об этом и более того тоже об этом много раз говорил вы знаете конституция так устроена что количество выборщиков проголосовавших за кандидата может быть больше а стоящие за ним количество избирателей меньше получается что президент избран меньшим числом избирателей еще демократии что ли что демократия это власть народа где здесь власть народа да нет там ни шиша никакой власти народа а вы пытаетесь нас убедить в том что у нас нету у нас есть точно изъяны они носят системный характер они безусловно многие достались из прошлого и мы многое должны изменить в нашей жизни мы постепенно это делаем но не с помощью революции и достаточно было я уже сказал 20 веке мы и наелись уже а с помощью эволюции значит я знаю про критику связанную там системы отбора через местные органы власти и так далее но это практика применяемая в очень многих странах которые вы не считаете не демократическими мы прислушиваемся мы стараемся настроить эту систему у нас нет желания вернуться к тоталитарному прошлому и не потому что мы чего-то боимся в этом возврате а потому что я глубоко убежден и российское общество самое главное глубоко убеждено что это тупиковый путь развития но эти инструменты демократии которые очень разнятся на самом деле они должны соответствовать сегодняшнему уровню развития общества ну вот провели выборы в афганистане дай бог здоровья этим людям ваш госсекретарь приехал там руководит выборным процессом говорить что надо сделать в ходе подсчета голосов чушь какая-то слушайте это что демократия что ли я помню как мне приводили в пример афганистан как образец демократии который там наступил но это же просто смешно или нет смешно было бы если бы не было так печально поэтому мы готовы вести диалог и готовы вносить изменения вот вы сказали по нко там многих зачехлили как у нас говорят которые не занимались политикой ошибка и и точно совершенно это надо исправить национализм патриотизм может перевести национализм это опасная тенденция если я не могу с вами не согласиться и в принципе мы должны конечно это иметь ввиду и сделать все чтобы этого не случилось это опасно для страны самый большой националист в россии это я но самый большой самый правильный национализм это выстраивание действий и политики таким образом чтобы это пошло на благо народу а если поднационализм понимается нетерпимость к другим людям шовинизм это будет разрушать нашу страну которая изначально складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство это не только тупиковый путь это путь к саморазрушению россия сделает все чтобы этого не случилось благодарю вас боюсь что нам придется завершить нашу дискуссию извиняюсь перед всеми теми которые не смогли задать вопрос президент путин на самом деле ответил на большое количество вопросов благодарю вас господин президента благодарю всех представителей в президиуме деминикой девельпенна вольган шуссель андрей быстрецкий благодарю вас всех вы проделали огромную прекрасную работу благодарю вас всех за то что вы приняли участие в заключительном сессии балдаевского клуба благодарю вас